Привет! В этом видео речь пойдет об одной из самых интересных и важнейших фичах языка Go – об интерфейсах. Не забудьте влепить лайк и подписаться. Приятного просмотра! Для того, чтобы лучше понять интерфейсы, полезно разобраться с понятием абстрактных типов данных. Упрощенно абстрактные типы данных можно определить как типы, у которых не может существовать собственных значений. Справедливый вопрос – а зачем такие типы тогда нужны? Абстрактный тип данных в первую очередь определяет требования к обычному типу данных. Если тип соответствует требованиям, то говорят, что он является реализацией для абстрактного типа. А значит, может быть использован в переменных полях и сигнатурах, где в качестве типа был указан реализуемый абстрактный тип. Например, над любыми числами можно совершать любые, за некоторыми исключениями, арифметические операции. Следовательно, можно объявить абстрактный тип число разными реализациями которого будут натуральные, целые, рациональные, вещественные и комплексные числа. Если не важны специфические свойства какого-либо множества чисел, то гораздо удобнее оперировать более абстрактным понятием числа. Интерфейс является частым случаем, а в языке Go по сути единственным представителем семейства абстрактных типов данных. Интерфейс используется, чтобы описать, каким набором методов должна обладать его реализация. Это полезно, когда нас интересует только поведение некоторой сущности, но совсем не интересуют детали реализации. Это, в свою очередь, помогает снизить связанность компонентов приложения и упрощает сопровождение кода. Давайте взглянем на стандартную библиотеку языка. Она содержит много интерфейсов, которые похожи на то, что авторы языка называют хорошим и диаматичным интерфейсом. Одни из самых используемых – знаменитая тройка Writer, Reader, Closer – интерфейсы из пакета I.O. В данных трех типах можно увидеть и диаматику интерфейсов в Go. Первое. Чем меньше методов, тем лучше. Такая простота дает много гибкости. Второе. Если у интерфейса только один метод, принято, хоть и не обязательно, называть интерфейс производным от имени метода существительным. Тогда по имени интерфейса сразу понятно его назначение. Сам метод стоит называть глаголом, конечно. Хорошим примером реализации сразу трех данных интерфейсов является тип os.file. На практике бывают случаи, когда необходимо, чтобы тип реализовывал сразу несколько интерфейсов. В таких случаях на помощь приходит встраивание интерфейсов. Давайте рассмотрим реалистичный пример. Большая часть приложений, особенно серверных, порождает логи. Как вы знаете, логи могут пригодиться при выяснении причин отказа сервиса или помочь в исправлении багов. Поэтому, скорее всего, вы, либо команда инфраструктуры, либо команда эксплуатации, либо кто-то еще заинтересован в том, чтобы логи можно было сохранить в постоянное хранилище, так как стандартный поток вывода и поток ошибок для этого не подходят. Обычно роль такого хранилища на себя берет либо файл на диске, либо специальный внешний сервис. При этом не хочется, чтобы компоненты, использующие логер по прямому назначению, были в курсе или как-то влияли на этот аспект. В этот момент на сцене появляется IO.Writer. И логеры стандартной библиотеки, и многие сторонние библиотеки позволяют настраивать вывод логов. В большинстве случаев для этого логеру можно передать реализацию райтера. OS.file, как мы выяснили раньше, реализует райтер, как и OS.stdout вместе с OS.stdr. В пакете IO также присутствует полезная функция MultiWriter, возвращающая райтер, построенный из нескольких других райтеров. Давайте рассмотрим пример, который будет вам встречаться на практике уже почаще. Современные информационные системы поставляются со сложными хранилищами данных, для администрирования которых обычно отдельно выделяют человеческие ресурсы. Разворачивать такие хранилища на локальной машине разработчика часто бывает неоправданно долго, сложно и ресурсоемко. Поэтому в таких случаях используют либо похожее, но облегченное хранилище, либо вовсе хранят данные в памяти. Например, на сервере приложение может использовать PostgreSQL, а на машине разработчика SQLite. Это первая причина, по которой интерфейсы могут пригодиться для описания хранилища данных. Вторая причина заключается в тезисе, который звучал ранее немного в другом виде. Компонентам, использующим хранилище, не важны специфические детали, относящиеся к источнику данных. То есть, например, в слое приложения, в котором содержится бизнес-логика над пользователями, не должно быть важно, где эти самые пользователи хранятся. Главное, чтобы была возможность исполнять определенный набор операций над этой сущностью. Обратная ситуация называется протеканием абстракции, но это тема для отдельного материала. Также при написании тестов на код, использующий хранилище или внешнюю службу, не всегда целесообразно обращаться к реальной базе данных или API. Вместо этого можно создать МОК, хранилище-заглушку, которая обладает тем же набором методов, что и реальная, но оперирует оно над фейковыми данными. При использовании интерфейсов провернуть такой трюк сильно проще. Иногда тип значения может быть не важен вовсе, однако компилятор Go требует, чтобы тип был указан либо явно, либо выводился из константы или возвращаемого значения при вызове функции. В то же время язык позволяет использовать интерфейс, который реализуется абсолютно любым типом. Для этого необходимо, чтобы у типа было ноль или более методов. Как вы понимаете, под данный критерий подходят как базовые типы, строки, числа, слайсы, мапы и так далее, так и структуры с любым набором методов. Иметь дело с пустым интерфейсом напрямую, как правило, неудобно, поэтому можно воспользоваться механизмом Type Assertion, если имеется предположение относительно более конкретного типа. Либо механизмом Type Switch, если таких типов может быть несколько. Использовать пустой интерфейс нужно крайне осторожно, и только в случаях, когда без него не обойтись. Поскольку у нас нет стопроцентной гарантии относительно реального типа значения, скрывающегося за пустым интерфейсом, это порождает неявный, не выраженный в коде контракт и снижает стабильность программы. Обязательно проверяйте через второе возвращаемое значение, действительно ли значение имеет тип, к которому вы пытаетесь его привести. Иначе рантайм выбросит панику. Есть одна странная деталь относительно нил значений и интерфейсов. Попробуйте угадать, что выведет программа, а затем запустите ее. Казалось бы, экзампл 1 равно нил, поскольку переменная е внутри функции не была инициализирована. И экзампл 2 равно нил, поскольку функция явно возвращает нил. Почему же экзампл 1 не равно экзампл 2? Давайте вместо сравнения значений посмотрим, что у них внутри. Таким образом мы обнаружим, что экзампл 1, в отличие от экзампл 2, возвращает не просто нил, а нечто странное. А дело тут вот в чем. Рантайм го устроен так, что внутри значений, для которых в качестве типа мы указали интерфейс, внутри хранится не только само значение, но и информация о фактическом типе. Поэтому для того, чтобы программа напечатала true, необходимо соблюдение одного из двух условий. Либо экзампл 1 возвращает myinterface, внутри которого и значения, и фактический тип неизвестны, то есть как в экзампл 2. Либо экзампл 2 возвращает неинициализированный экземпляр поинтера на экзампл, то есть как в экзампл 1. Иными словами, необходимо, чтобы либо оба были полностью нил, либо оба были одного типа, но неинициализированы. Давайте подытожим. Используйте интерфейсы, когда необходимо четко разделить уровни абстракции и повысить гибкость кодовой базы. Пустой интерфейс – это мощный инструмент, но которым нужно пользоваться аккуратно. И нил не всегда тот, за кого себя выдает. Спасибо за просмотр, надеюсь видео было полезно. Буду рад комментариям, лайкам и подпискам. В описании, как всегда, полезные ссылки по теме интерфейсов. Всем пока!